Здравствуйте братишки и сестрёнки, с вами как всегда Дарис Сокс И сегодня я принёс вам порцию свежей дичи под названием Обзор на аниме В этом охуевшем жизни обзоре я расскажу вам о аниме под названием Чёрный клевер А теперь меньше слов, больше рекламы Приятного просмотра Стой! Ты чё такая? Я тот, кто охраняю эту стену А, ну ясно Я говорю остановить Пошёл нахуй Ах, так, так, так Стой! Нет, нет! Не надо! Нет! Нет! Хотите, чтобы я охранял в вашу стену? Тогда подписывайтесь на нашу группу Ссылка в описании А теперь пока вы отходите от дичи, которую только что посмотрели Я начну наш краткий обзор Аниме называется Чёрный клевер Разберём для начала название столь пиздоты аниме Почему же клевер? Потому что аниме про магию Где каждый может использовать Но чтобы её юзать, нужен крыжаль На котором отображают клеверы И чем больше листочков клеверов, тем пиздать и будет пост Который юзает свою магию Благодаря этому скрижалью А Чёрный потому что Наш главный герой попался в скрижаль с пятью листьями Который считается скрижальным демоном И он Чёрный В аниме о этих листках расскажут подробнее, конечно Ну а у нас такой приближённый к аниме Обзор Так же, как я раньше и говорил Если вы смотрели Хвост Феи То знайте, что это то что-то подобное Только на минималках Главные герои там похожи на нацию из Арифа Присутствуют гильдии волшебников Есть разные виды магии, юмор, эпичные пизделки Ну короче, вам уже стоит пиздяче смотреть этот аниме Но для начала советую досмотреть мой обзор Повестуют аниме Хво 2 братья Который в детстве подобрал батюшка и испытал их Правда, один из них был очень силён в логической силе А второй не имел маны Смекайте, мир, в котором даже коты имеют магию Он единственный, кто её не имел Наши братаны поставили себе цель Стать королём пиратов Ой, бля Королём магии Бля, королём магов Простите меня за мой испанский Но суть в том, что только один может быть королём магов И они решили сделать друг друга соперником Нет, там не будет такого, что один брат будет не давить другого Они наоборот будут защищать друг друга и поддерживать Но вообще, наш главный герой, который не мог использовать магию Получил крижаль с пятью листьями И его пиздатая способность, так как это призывать меч Который может разрезать и отрежать магию других А наш главный герой, который получил один из легендарных крижалей Четверма листочками, может юзать магию ветра Такой идёшь по улице и поднял девушке гипочку Ну, в общем, наш парень без маны смог доказать всем, что у него есть стальные яйца И он вместе со своим братом прошёл отбор Гильдии магов Правда, то, что имел магию, пошёл в самую лучшую А то, что не имел маны, пошёл в самую ужасную и слабую Но на деле кажется, что и Гильдия будет самой пиздатой Тут и начинаются их пути к становлению королём магов Анимешки дали писатину серию, что довольно-таки радует Ведь мы тогда сможем насладиться всей пиздатостью этого творения Также, возможно, надеяться на продолжение Ведь манга всё ещё выходит И кто знает, может мы получим шедевр, который сможет сравниться с хвост феей Продолжаем рассказ Когда наш главный герой без маны попадает в Гильдии, там его знакомит с другими его членами Там есть Кана, ой бля, это ж она в хвост феи Точняк, ну короче, там есть тоже Тянка, который любит ходить в нижнее белье и бухать Парень, который любит махачи Чувак, который похож на эльфа, эльфмана Короче, на этого чувака накачано Девушка, которая любит пожрать и непонятное у меня существо Ну а также там есть вечно странный чел и парень бабник, который любит кадрить тёлочек Ну а ещё парень, который помешан на своей сестре А ещё там есть пиздотый капитан, которого все уважают и боятся Также вместе с нашим главным героем приняли ещё и одну девушку, которая была со знати Да, в аниме люди делятся по статусу, знати имеют больше запас маны А самый донный класс может использовать свою ману только в последневной работе Вы, наверное, подумали, если эта тянка со знати, то почему она попала в самую донную гильдию? Да потому что она не может попасть от эмоги в цель Она не может её контролировать Ну в общем, каждый в той гильдии есть свои недостатки Но они дружны Так как нам показали гильдию, в которую вступил наш второй главный герой с магией То там они его призрали из-за того, что он не был с Надью В общем, больше я ничего вам не смогу рассказать о немешке Так как вышло не так много серий Обзор я сделал по всем вышедшим сериям на данный момент Всем спасибо за просмотр, что вы досмотрели это видео до конца И если тебе понравился данный обзор, поставь палец вверх И подпишись на канал А теперь, пока-два! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok